Приветствую, с вами Андрей Иванов. Давайте обсудим такую тему, как образование. Каким оно должно быть в нашей стране? Последние три десятилетия, по крайней мере, в обществе идут очень бурные, ожесточенные дискуссии по поводу того, как и чему учить детей. Но если в 90-е годы система образования, в общем-то, продолжала существовать по инерции советской системы, то в 2000-е годы ситуация сильно изменилась. В последние годы идут бурные дискуссии по поводу использования новых технологий в обучении. Вот я хотел бы немножко затронуть эту тему, но больше поговорить о системных ошибках как в существующей системе российского образования, так и в ошибках, которые, на мой взгляд, предлагают различные специалисты, в том числе из патриотической среды. Итак, вначале скажем, что в 90-е годы действительно система образования во многом копировала советскую. Странно иногда, правда, было наблюдать, как учителя, которые еще буквально вчера принимали детей в октября, пионеры, комсомол и рассказывающие о загнивающем капитализме, вдруг стали ругать недавнее советское прошлое. Но главной проблемой системы образования в 90-е годы признавалась прежде всего финансовая. Не секрет, что классы ремонтировались за счет средств, собранных с родителей учеников, учителя подчас за свои деньги покупали мел, чтобы вести уроки, а учителя вообще получали откровенно копеечные зарплаты. И казалось, стоит деньги влить, как система заново заработает. Когда деньги у страны появились в начале 2000-х годов, начался в России достаточно динамичный экономический рост, стали вкладывать и в социальную инфраструктуру, и в систему образования. Но, как говорят специалисты, деньги стали вкладываться не в то, чтобы система развивалась, а в то, чтобы образование в нашей стране полностью переформатировать. Заметим один простой факт, что в ельцинское время, в эти бедные 90-е годы, ни одной сельской школы в России закрыто не было. То есть тогда руководство страны, правительство младореформаторов, понимали руководители, что нет школы, нет села. И в 2000-е годы села стали усиленно сокращать. Продолжилась эта же политика и в 2010-е годы, под видом так называемой оптимизации. То есть детей стали из разных сел возить в одно село, опять-таки в более-менее большую школу по числу учеников. Непонятно опять-таки на каком транспорте, по каким дорогам, да и те школы, что остались, их техническое состояние часто оставляет желать лучшего. Но так или иначе, хотелось бы всё-таки поговорить прежде всего не об этом. В 2000-е годы была очень серьёзная угроза, что наши школы сделают по принципу двух коридоров. То есть одни школы будут для элиты, где будет одна учебная программа, а другие школы будут, так сказать, для плебса, для детей простых тружеников. То есть там не будут учить системному мышлению, школьники буквально научатся лишь читать и писать. Разговоры об этом идут и сейчас, особенно в связи с тем, что цифровые технологии повсеместно входят в нашу жизнь. Дискутируют, нужны ли смартфоны на уроках, и вообще полезно ли детям пользоваться компьютерами, компьютерами, планшетами во время обучения, электронными учебниками, книгами. Либо надо вернуться к традиционной прописи, какой должна быть доска, электроны, где пишут маркером, потом это распечатывается, у каждого на экране это отображается, или же надо писать мелом по старинке. Конечно, очень много дискуссий идёт и по поводу так называемого патриотического воспитания. С начала этого года вели даже специальные уроки патриотического воспитания, где детям рассказывают про ситуацию в стране и в мире, о том, как Россия должна защищать свои интересы. Конечно, постоянно ломаются копии по поводу учебной программы по литературе и, конечно же, по истории. Не стихают дискуссии, нужна ли основа православной культуры, или основа светской этики, или историю религии преподавать в школе. Сколько должно быть различных гуманитарных предметов, как граждановедение, обществоведение, мировая художественная культура, нужна ли основа безопасной жизнедеятельности, так называемая ОБЖ, и сколько должно быть уроков физкультуры. На мой взгляд, проблема лежит намного глубже. Заметим, во-первых, такой факт. Сегодня дети учатся в школе целиком 11 лет. Нужно ли столько учиться? Вот я, например, учился всего 10 лет, и с третьего класса перепрыгнул в пятый. Хотя некоторые мои ровесники учились 11 лет, но вот я недостатка образования из-за этого пропущенного четвёртого класса как-то не чувствую. Я учился в физмат-школе. У нас было очень много уроков информатики, математики, алгебры, геометрии, физики и химии. И действительно подавляющее число выпускников поступили потом в технические вузы. Но напомню, что, например, в сталинское время никаких школ с уклоном ин-язов, физмата или с гуманитарной направленности не было. Десятилетнего курса средней школы хватало, чтобы поступить, сдать экзамены хоть на мехматы, хоть на исторический факультет, хоть на юридический. Причём даже системы подготовительных курсов такой развитой, как сегодня не было. То есть людей учили совершенно по-другому. И вот теперь о самом главном. А чему учат наших детей? Вот как их учат? Есть современные красивые рабочие тетради, современные очень хорошие отпечатанные такие иллюстрированные учебники. Но как так получается, что буквально весь школьный курс люди изучают иностранный язык, единственное, что остаётся, как правило, что в сознании выпускников, что иностранный язык выучить невозможно, что надо ходить на какие-то дополнительные курсы. Но и часто эти курсы устроены похожим образом. Люди ходят на них годами, но не могут научиться пользоваться иностранным языком. Может быть, проблема в том, что вообще детей учат по принципу учись читать со словарём. Не общаться на иностранном языке, не понимать его на слух, не писать на нём, не читать, а вот именно читать со словарём. Ну а сейчас с развитием электронных переводчиков, собственно говоря, прочитать любой текст, можно его перевести в режиме онлайн. иностранный, как так выходит, что сейчас многие взрослые люди, которые окончили школу недавно, 5 лет, 10, 15 лет назад, 20 лет назад, даже те, кто окончил советскую, позднесоветскую школу, многие взрослые люди пишут с ошибками на своём родном языке. Вот как так 11 лет можно изучать свой родной язык, чтобы не уметь на нём грамотно писать? Причём делать простейшие ошибки, правила, которые изучают во втором классе. Тся, тся, слитное, раздельное написание, не огромное количество ошибок, мы можем видеть вот в комментариях, к различным видео на ютюбе, да, кстати, что вы думаете по этому поводу, поделитесь своим мнением в комментариях, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Так вот, как так получается, что люди не могут грамотно писать на своём родном языке, хотя 11 лет русский язык изучают? Как так получается, что люди не могут нормально грамотно высказывать доходчиво мысль в письменной устной форме на своём родном языке? И даже многие не понимают смысла прочитанного текста. А мы говорим, какие книги изучать на уроках литературы? Но люди не понимают смысла прочитанного даже, то есть таково у нас сегодня образование. Но замечу, это горькая правда. Позднее советское образование было практически таким же. Взрослые люди, которым сейчас по 50-60 лет, часто страдают теми же самыми недугами, кому сейчас 20 и 30. Как так получилось? Что касается содержания. Вот главная, на мой взгляд, проблема, что людей учат вообще непонятно чему, а именно чему-то совершенно отсталому. То есть посмотрим внимательно. Литература это прежде всего русская классическая литература, она из 19 века. Но, во-первых, она повествует о событиях давно ушедших дней, об отношениях между людьми, которых сейчас уже не встретить. И при этом часто в школьную программу суют произведения, которые в силу возраста дети не способны понять. Как дети могут изучать глубокие произведения классиков, про отношения полов, про социальные проблемы, про нравственные выборы человека, описаны еще в достаточно сложной манере. То есть вот повесть о великом инквизиторе. Как может понять человек, ребенок в 14-15 лет? Ленин в свое время говорил, что как-то в 15 лет взял читать «Что делать» Чернышевского, и это было абсолютно поверхностное и бессмысленное чтение. И потом уже только во взрослом возрасте, зная, что это любимое произведение его погибшего старшего брата, он смог это произведение прочитать, понять, осмыслить. И такое ощущение, что наша школа будто отбивает желание у детей потом во взрослом возрасте взять произведение классиков, чтобы у человека осталось только мнение, ничего непонятно, какая это муть. Или, например, возьмем такой, казалось бы, безобидный предмет, как изо. Рисование. Оказывается, даже чтобы рисовать акварелью по бумаге, надо знать очень много тонкостей, которых, конечно, ни ученики, ни их родители не знают, а от красок, от бумаги очень многое зависит. Скажем, нельзя акварелью рисовать на ватмане, потому что он имеет эту плотность по ГОСТу 150-200 граммов на метр квадратно всего, а минимум плотность должна быть 250-300 граммов на метр квадратный лучше всего. Просто потому, что иначе бумага расползается, и по ней уж точно несколько раз и кисточкой по одному и тому же месту провести нельзя. Очень много зависит от краски. Речь не идет о том, что нужна дорогая бумага и дорогая очень краска, и не все родители смогут своим детям это купить. Нет, речь идет просто о нормальном что-то, а не купленном за 3 копейки. Но почему так учат детей? То есть ребенок макает кисточку в воду, в краску, проводит линию на бумаге, бумага расползается, краска растекается, и ничего невозможно рисовать. Такое ощущение, будто пытаются навязать детям комплекс неполноценности. Вот, мол, посмотрите, были великие художники, а ты криворукий, да и туповатый персонаж, у тебя ничего не получится никогда. И человек с этим ощущением оканчивает школу. Как учат наших детей пению? Ну, во-первых, не всякому конечно дано, и потом, ну как, в хоре или в большом классе выйди к доске, там пропоют несколько строчек песенки какой-нибудь детской. А как надо петь? Никто же не объясняет, а у тебя ничего не получается, у тебя нет слуха. Ну, ладно, как-нибудь четверку, пятерку я тебе поставлю. Для чего такое обучение? Ну, и, конечно, скажем о том, что, а как преподает в нашей школе историю? Это, как правило, длинный и абсолютно бессмысленный набор дат и имен. И каких-то событий, сути которых никто не объясняет. Вот была революция, вот свергли короля, вот установили республику, что такое монархия, что такое республика, на чем держалась власть, что такое понятие сакральности власти, что такое гражданский договор, этого никто не объясняет. Мол, раньше было рабовладение, пришел феодализм, что к чему? Просто надо зазубрить имена и даты. Зазубрил, сдал, забыл. И у человека потом к взрослому возрасту ощущение, что история это тоже какая-то бесконечная муть. Но не лучшая ситуация обстоит и с преподаванием точных дисциплин. Если мы говорим, что литература у нас вся из 19 века, но ведь из 19 века нашим детям преподают также математику, физику, химию, биологию. Причем как преподают? Опять-таки как набор непонятных магических формул, законов, которые, чтобы сдать экзамен контрольный, лучше всего просто зазубрить, не понимая их никакого смысла. При этом никакой целостной картины мира, конечно же, не складывается. Вот ток течет так-то, у него есть сила тока, есть напряжение, вот в цепи есть сопротивление, вот эти формулы надо заучить, заучить, заучить. Человек приходит на химию и не понимает, как вещества между собой взаимодействуют, ему просто говорят, смотри, надо учить эти формулы. И вот эта зубрежка бесконечная вот этих школьных курсов, она же идет по многу лет. Химия преподается седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый классы, пять лет. Столько же лет изучают физику, математику изучают с первого класса по одиннадцатый и ничего не остается. Биологии изучают с пятого или шестого класса, опять-таки по одиннадцатый. Вот есть плоские черви, вот есть круглые черви, одни размножаются таким способом, другие совершенно другим, и вот это опять-таки надо все зазубрить и доконтрольное держать в памяти, и потом, чтобы это благополучно забыть. Да и зачем вообще держать в памяти то, что никогда не пригодятся какие-то тонкости? Зачем их зазубривать? это, конечно, вопрос, для чего все это делается? Может быть, детей просто главная цель сделать винтиками системы? Кстати, вот информатика у меня была, например, с пятого по одиннадцатый класс. Те языки программирования, которые мы изучали, и мало у кого дома был компьютер, а у кого и был, это совершенно не те были компьютеры, которые сейчас существуют. Вот из этого курса семилетнего можно сказать, я не вынес абсолютно ничего, и он был абсолютно бессмысленным. Но было четыре урока каждую неделю этой самой бессмысленной информатики. То есть, такое ощущение, что вся наша система образования заточена на то, чтобы человека сделать покорным винтиком системы, научить подчиняться, научить делать вещи, которые, в общем-то, не пригодятся, которые бессмысленны, которые лишь доказывают, что человек не способен к учёбе и не должен иметь к ней никакого интереса. Извините, но получается, что так. И те люди, которые сегодня ратуют за возврат старых, добрых, советских учебников, они будто вот этого тоже не понимают. Зачем долго так учить вот эти исторические даты и имена с подходом сегодняшним или советским подходом, где рассказывалось бы про классовую сущность истории и так далее. Зачем учить про плоские и круглые черви, как они размножаются, едят, переваривают там вещества в своём организме, во всех этих подробностях, что по советским учебникам, что по современным. Зачем это нужно? И зачем вообще нужны эти представления 19 века, многие из которых наукой просто отринуты? И получается, что человек, окончив школу, он не имеет знаний о том, как устроен окружающий мир. А как нужно, мне могут задать вопрос, что бы ты сам предложил? На мой взгляд, надо всё упростить и в то же время сделать более познавательным. Во-первых, конечно, не надо, чтобы дети проводили в школе целых 11 лет. А некоторые ведут дискуссию, даже предлагают 12-летку. Нет, 12 лет это вообще безумие, на мой взгляд. То есть ребёнок идёт в 6 лет в школу, а выходит из неё уже в 18 лет. Я пошёл в школу в 6 лет и окончил её уже в 16. Потом проучился 6 лет в институте и в 22 года получил диплом. Я уже был дипломированным нормальным специалистом, окончив один из лучших технических вузов страны. А не в 25, не в 30 лет вот этот инфантилизм не надо в детях развивать. Учить какую-то выученную, я бы сказал, беспомощность. В 6 лет пошли в школу, 10 лет максимум отучились. А, наверное, хватит всего и 9 лет. В 15 лет уже можно поступать в институт, а в 20 лет его оканчивать. А потом можно, скажем, еще 3-4 года в аспирантуре проучиться. К 25 годам будет уже кандидатская диссертация, кто выберет этот путь. но не нужно вот этот гранит бессмысленных наук ли, опять-таки, наук ли бесконечно учить. И потом у человека должны быть представления о том, как устроен мир. Человек, во-первых, должен понимать, как устроен мир. Для этого лучше всего, конечно, идет такой предмет, как астрономия, который можно, на мой взгляд, преподавать уже с первого класса. Многие специалисты это говорят. Астрономия это предмет, который наиболее полно раскрывает сути явления окружающего мира, который рассказывает о том, какая огромная, интересная наша Вселенная. В первом классе это можно делать простым языком, потом это усложнять, в старших классах можно рассказывать и какие-то технические тонкости. Но как же так выходит, что у нас сегодня 30% взрослых людей, которые окончили кто-то еще советскую школу, считают, что Земля не обращается вокруг Солнца, а наоборот Солнце обращается вокруг Земли, а некоторые верят и в плоскую Землю. Как вот мы дошли до жизни такой? А многие ли знают, что весь так называемый видимый мир, то есть все, что изучает физика, химия, математика сегодняшняя, это только 4% от Вселенной, а 26% еще составляет так называемая темная материя, а еще 70% так называемой темной энергии, а многие ли знают, что материя и энергия это по сути одно и то же? А вопросы на засыпку, а многие ли знают, что материя не существует в двух ипостасях, как учили в советских школах, в виде вещества и поля, что нет на самом деле, говорит современная наука примерно с 90-х годов прошлого века, с начала этого века, вот с 90-х годов 20-го века наука говорит, что нет вещества и поля, есть поля, есть поля, в которых передаются колебания, возмущения, есть возмущения этих полей, которые называются частицами. Многие ли это знают? Может быть стоит рассказывать об этом? и у людей должны после выхода из школы формироваться какие-то представления о том, как устроен животный мир, что такое флора, фауна, что такое физика, химия, но может быть не изучать подробно вот эти формулы, а скажем, вести один предмет естествознания, где рассказывать, как устроен мир, какие физические законы основные действуют, а как решать те или иные элементарные физические задачи, как математика это помогает делать, показывать применимость в математике к жизни, к той же физике, химии, биологии, почему математика царица всех наук? Что касается гуманитарных наук, может быть вместо вот этих всех курсов истории, граждановедения, обществоведения, патриотических уроков воспитания, основ православной культуры, основ светской этики, истории религий, мировой художественной культуры, просто вести один предмет общества знания и рассказывать, что общество развивается по определенным законам в истории, это находит отображение в общественных институтах, в религиозном мировоззрении, в научных открытиях, показать, что исторический процесс он един, что научные революции не бывают и без социальных, что социальные революции не бывают и без научных, может быть вот это стоит делать, и еще момент, о котором нельзя не сказать, конечно, в школу должно прийти больше учителей мужчин, необходимо учителям конечно и больше платить, но и в принципе изменить подход к обучению. Вот где учился Пушкин, так сказать, оканчивал курс средней школы или Лермонтов. Вот можем ли мы представить, что царско-сельский лицей хоть как-то был похож на те современные российские школы, в которые ходят современные российские дети с этими училками, которые многие пришли в профессию для того, чтобы как-то побороть в себе свои собственные комплексы или отработать, что называется, свою ненависть к миру? Конечно же, не все. Есть очень хорошие, достойные учителя. Есть, но собственно говоря, может быть, вот об этом стоит задуматься. Может быть, уроки должны строиться больше в форме бесед? У нас часто ругают западные модели образования школьного. Более того, приписывают ему якобы какие-то ужасы, что детей там учат вообще то ли ненавидеть всех, то ли какой-то так называемой безумной толерантности, то ли извращением чуть ли детей не учат. Но посмотрите даже многие американские фильмы, европейские, где показана школа. Учитель, как правило, мужчина, ведет с учениками беседу. и многие признают, и специалисты, и простые люди на Западе, что после американской европейской школы ученик выходит таким маленьким писателем. Он может и устно, и письменно изложить хорошую, красивую историю, может сложить повесть о том или ином предмете, высказать свое мнение. И может быть одна из основных чарта человека, вышедшего из западной школы, что человек не боится ошибаться. Учитель в нашей школе когда? Потом преподаватель в УЗе спрашивает учеников, потом студентов, а какое ваше мнение? Как вы думаете? И все сидят молчат. боятся ошибиться, потому что знают, что может быть окрик. Именно это по школе известно. Учитель начнет кричать, ты что, дурак, дебил, не понимаешь элементарных вещей, ну конечно, такую глупость только идиота сказать и мог. И все считают, что надо помалкивать. И при такой системе обучения, опять-таки, самые отличники, это кто? те, кто зубрит. И еще момент. Нужно ли нам совместное обучение мальчиков и девочек, по крайней мере, в средних и старших классах? Вот различные эксперименты, есть школы, где раздельное обучение мальчиков и девочек. Вот эти эксперименты показывают, что мальчики, когда учатся отдельно от девочек, то в среднем они даже выше своих ровесников, которые учатся вместе с девочками. Даже это на физиологическом уровне проявляется. И успеваемость у них лучше. Ну, просто потому, что девочки формируются быстрее. Они не смотрят в 13-14-15 лет девочки не смотрят на своих еще не сформировавшихся, абсолютно еще не прошедших, многие еще не прошли период полового созревания, еще не созревших совсем юнцов, уже достаточно зрелые девушки в старших классах. И мальчики испытывают определенные комплексы. Плюс девочки растут быстрее. И надо еще сказать, что у девочек лучше все-таки способность к этой самой зубрежке. То есть у них лучшая успеваемость. Получается девочки взрослее, девочки выше, девочки лучше учатся, девочки прилежнее, девочки успешнее. Ну, а мальчики еще воспитанные учителями женщинами получают на всю жизнь просто комплексы. Вот когда после Великой Отечественной войны, опять-таки при Сталине, вели раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе, то потом все специалисты отметили, в нашей стране выросло очень сильное поколение. то поколение послевоенных школьников, оно стало очень сильным, наиболее образованным за весь советский период, самым созидательным. Может быть, стоит задуматься об этом? И, конечно, ни в коем случае не повторять ошибок прошлого. Не надо учить иностранному языку так, чтобы учить читаться со словарем 11 лет. Не надо родной язык изучать так, чтобы через 11 лет его изучения не понимать смысла прочитанного на родном языке и, будучи неспособным написать грамотно, без ошибок на нем, на родном языке, после 11 лет обучения, чтобы не помнить основных исторических дат, не знать, как устроена наша Вселенная, наша природа. Кардинальным образом надо все менять. Что вы думаете по всему этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.